Как и 200 лет назад на территории Бобруйской крепости собираются сотни верующих, чтобы вознести хвалу Господу за вновь обретенную святыню – собор благоверного великого князя Александра Невского. История храма трагична. Он служил духовным форпостом военных, которые дислоцировались в цитадели. Храм пережил революцию, устоял в годы гражданской войны, но пал во времена богоборчества. В 1934-м святыню взорвали и сравняли с землей. На ее месте разбили футбольное поле. Так тщательно были скрыты следы молитвенного присутствия. Работу по возрождению собора в стиле ампир по проекту российского архитектора Александра Штауберта начала первая настоятельница монастыря святых жен мироносец Матушка Раиса, продолжила игуменья Пороскева. До наших дней дошли лишь чертежи, остатки бутового фундамента и закладной камень, датированный 23 октября 1822-го. 12 лет назад митрополит Минский и Слуцкий Филарет осветил место под будущий храм. Неоценимую помощь оказали Министерство обороны и просто неравнодушные люди. Строили Божий дом с нуля, на земле, обильно политой кровью и устланы человеческими костями в годы Великой Отечественной. Царство Небесное всем усопшим и пусть храм этот будет памятником и местом молитвы для всех нас. Праздничную литургию возглавляет епископ Бобруйский и Быховский Серафим. И взрослые, и дети ставят свечи и возносят молитвы за мир и покой Беларуси. Сердца в эти минуты наполняются состраданием к павшим солдатам и любовью к родному Отечеству. Прихожане замирают, внимая поистине ангельскому пению мужского хора Минского Всехсвятского храма. Радость праздника с верующими разделяет и патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский Изославский Вениамин. Его торжественно встречает руководство города и высшее духовенство. Владыка лично возглавляет богослужение. После его высокопреосвященства благословляет горожан и военнослужащих Бобруйского гарнизона. Историческая правда, духовная справедливость, она требовала того, чтобы храм был восстановлен. И в этом и покаяние людей, и желание хранить историю свою, желание опираться на духовную составляющую в жизни. Ведь недаром наши предки говорили «без Бога не до порога». Многовековая история и духовные традиции для бобруйчан – не просто красивые слова. Свой посильный вклад в восстановление собора внесли многие горожане. В благородное дело вложены не только средства и силы, но и душа. Лица озаряет искренняя радость и светлая надежда. Эмоции не передать, это что-то новое для нас. Мы приехали и наслаждаемся каким-то спокойствием, какой-то душевностью. Если Бобруйскую крепость можно назвать сердцем города Бобруйска, то храм Александра Невского и женский монастырь – это душа нашего города. Работы по внутренней отделке храма и благоустройству территории продолжаются. В ближайших планах – создание аллеи славы. Она увековечит память о ратных подвигах белорусов. А сама обитель святых жен Мироносец превратится в целостный архитектурный ансамбль с монашеским корпусом, мастерскими и духовно-просветительским центром. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.